всем доброе время суток с вами канал лоха 54 и я владимир и так продолжаем делать арку классиков портале сделали ему такие верхние дуги и после того как они сделались их надо прогнать в рейсмусе и выровнять для этого сразу подключается и основной прямой наличник и прогоняется все вместе чтобы было все калибровано в один размер после того как заготовки прошли в рейсмусе уже и назначается лицевая то есть та сторона которую мы хотим видеть лицевой стороной здесь у нас отметины и саморезы были вот и все что нам не нравится убираем внутрь вот таким вот методом и делается криволинейный паз чтобы вставить фанеру после того как сделался паз для вставки для фанеры и на лицевой стороне можно нанести профиль делать буду этой же насадкой настроил ее маленькая радиусный фрезой на прямой на прямом наличники потыкал и настроить вот такое вот расстояние с этой насадкой уже можно не бояться спокойно наносить профиль потому что подшипник прижимает и можно останавливаться перехватываться уже ничего не собьется сейчас все увидите вот одна канавка есть желобок потом переворачиваем и все готово вот так вот это все выглядит вот теперь надо снять кромку чтобы снять кромку у меня вот такая вот фрезайз радиусная по металлу я ей снимаю на это также можно все сделать и ручным фрезером длинными поступаем также и проходим полностью без остановки потому что это не канелюры это такой вот декор также с переворотом туда-сюда также по подшипнику где будут замки вот здесь есть разметка такая вот а надо сюда снять кромку вот до этой вот разметки а где в портал переходит там уже пройти по прямой никакие и кромка пройдет по прямой вот так вот и надо снять кромку то здесь будет замок а где вид портала сама проходит по прямой кромка без всяких там вот таких остановок чтобы соединиться на вкус после того как нанесли профиль на наличники и уже монтируется он на основу по толщине стены но это я не буду показывать как я делал я уже показывал просто ламельником на ламельник все соединил и сдавил струбцинами вот замок замок делается ну в моем случае это вот такой вот такая рейка с двух сторон кромка снят радиусная шириной на 35 миллиметров и толщиной 12 миллиметров вот пилится на ус тут тоже шуметь не буду я уже запилил что показать просто как его собрать 35 миллиметров 2 20 миллиметров ложится на пилястру и полтора и 15 миллиметров гребень чтобы зашла туда верхушка берется угольник и по угольнику все позиционируется то есть вот так вот отмечается 20 миллиметров наносится две линии смазывается естественно клеем наносится клей до половины вот так вот и по линиям совмещается вот потом две прищепки устанавливается по линиям все 1 и 2 настраивается чтобы хорошо встал вот и неизбежно здесь конечно вылезет клей вот здесь вот вылезет клей и вот такие вот штуки то есть когда рейку пилим на ус и подрезаем потом когда это угол запиливаем и вот такие штуки прекрасно убирают клей то есть их сразу не надо выбрасывать раз и клея уже нету их остается много еще разок и все и клей сейчас вот поставка поставить трубцины еще раз дублируем угольником чтобы не было никаких отклонений потом переворачиваем на бочок и вот эти вот и уже пилим повороты также наносим клей сюда на торец и здесь до половины идти прилепляем его на место также этой штучкой подбираем клей который вышел также дублируем с этой стороны угольником чтобы все было четко потом опять переворачиваем и делаем на поворот еще один вот такой вот доклей также он наносим клей сюда где прилипнет наличник и на торец и сюда его вставляем вот еще раз дублируем угольником все эта сторона готова и вторая сторона также покажу смазывается клеем как у нас тут наличник прилипнет вот так наносим клей не туда и приклеиваем в такой в таком ракурсе когда вот так заготовка лежит то есть есть опора и клей держит она не падает поэтому можно спокойно клеить еще раз полугольнику проверяем и делаем опять до клей и все и замок у нас повернул вот так вот и все замки готовы вот здесь и здесь замками закончил а вот на этой длины не надо делать никакой замок потому что она режется на ус кстати вот у меня произошла тут авария когда материал сохло здесь порвало и потом когда я все это застрогал она вскрылась и поставил сюда три лодочки вот видать практически не видать вот одна вторая третья то есть подобрана по структуре ничего не видать все закраситься и вообще выпадет из виду ну вот после того как сделали замки можно уже и появляется размер замка и можно резать фанеру для верха после того как склеились замки и снимаем подключаем уже дуги чтобы сделать вверх вот так он встает вот снимаем размер это внутренний размер замка 11 с половиной сантиметра и снимаем остаток от паза 7 миллиметров и естественно от 11 с половиной отнимаем два раза по 7 миллиметров но это грубо 10 сантиметров остается и 10 сантиметров режется фанера шириной и вклеивается в эти две дуги отрезал я 10 сантиметров полоску вот видать 10 сантиметров как и говорил и проверяем собрал на сухую вот так вот и проверяем замок чтобы все заходило плотненько вот так вот она пошлифуется и будет все хорошо заходить вот так вот видать наверное вот сюда вклеится к замку еще ламенько чтобы не было пустоты так как у нас фанера здесь присутствует и все после проверки можно уже склеивать и после того как фанера шлифовалась уже склеиваем клеить буду на клей берет 300 просто это тюбик из под столяра момента проливается сразу по двум канавкам по двум пазам вот один и второй и вставляется фанер вот таким вот образом и закрывается вверх ну чтобы закрыть верх надо направить по угольнику то есть взять угольник и проверить совмещение двух дуг вот так вот а чтобы дуги сошлись вот таким вот методом после того как все нормально мы уже склеиваем закрываем вторую часть вот еще раз проверяем еще раз проверяем все у нас сходится и ставим струбцины и прижимаем струбцинами потом на концах надо сделать вот такие вот вставки на фонере чтобы ее потом со временем не скрыть его и все намазываем клеем и вставляем и туда вот таким вот методом на прищепке и все пускай теперь клеится а где будет резаться на ус там надо широкую поставить и обязательно чтобы разрезалась на ус или просто сначала на ус обрезать а потом уже закрепить фанеру ну вот казалось бы арка наша вся уже и готова и можно делать соединение на ус но с фанерой здесь есть один нюанс то есть с фанерой видите вот эти два буртика вот эти два буртика если сделать на ус то вот здесь это не получится получится дыры поэтому чтобы этого избежать надо здесь это сделать вот на этой пилястре сделать канавки вот такой вот радиусной фрезой и подчеркнуть целостность арки также напилястре замком но здесь можно как канилюра их уже вот так вот не дойти там и остановиться и подчеркнуть целостность арки вот вот так вот выставляется по вот этой кромке и отмечается где пройдет у нас фреза вот вот и по упору настраиваем фрезу эту галтельную и проходим вот здесь вот такой примерно глубины радиусный паз сейчас это и сделаю ну вот сделал я здесь канавки вот так вот они совпадают вот с этим гребнем так сказать и можно уже резать на уст но если делается дуга с чистого массива то здесь все ровно то этого делать не обязательно ну вот и собственно закончена сама арка вот так вот она выглядит конечно это сосновый такой бюджетный вариант с фанерой но тем не менее покраситься будет все совсем по-другому там все сошлось везде стоят в замках компенсаторы вот здесь для фанеры вот как на большой вот так вот и чтобы не было пустоты ус я запиливал торцовкой с протяжкой но она до конца не брала все равно потом запиливал ножовкой и потихоньку подгонял там просто он на ламельник соединенный ламельник нет просто саморезом саморезами скручена вот отсюда вот сверху оттуда и это когда ламельки станут он распределится она и большая тоже уже готова пилястра лежит и сама дуга но у нее нету одной пилястры поэтому у нее сделана вот такая вот заглушка вот она к стене прикрепится заглушка ну это замок только он на стену оденется через это отверстие к стене а потом она войдет сама дуга в это в этот замок и там уже свяжется через этот замок ну вот как бы на этом все всем удачи до встречи вот 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 и